Друзья, я вас приветствую на нашей заключительной встрече, вот этого такого мини-курса в мире редких книг. И последняя наша лекция, она будет посвящена очень наболевшей для меня теме книжных мифов. К сожалению, так случилось, что мои замечательные гениальные предшественники оставили очень много вопросов к своим научным изысканиям, так скажем, и вообще вот к этой истории русской книги. Потому что вот какую книгу ни возьми, везде неправда, везде нужно подтверждать все эти умозаключения наших великих, которых нельзя вообще трогать, их постументов. В общем, караул и кошмар, как бы мы сейчас с вами сказали. Но что делать, приходится в этом разбираться. И сегодня одним из таких книжных мифов будет для нас история трофейной Библии Карла XII, 1703 года издания. Итак, вы видите его на экране. Это легендарное издание, которому посвятили свои труды замечательные мои предшественники по работе в исторической библиотеке. Иван Никонорович Розанов, Екатерина Васильевна Благовещенская и другие, и другие. И она знаменита тем, эта книга, как вы видите, да, шведский язык, 1703 год, я вас не обманула. Вот смотрите, как она еще выглядит. Она известна тем, что будто бы Карл XII во время Полтавской битвы, убегая, спасаясь от русского войска, войско бросил ее на поле брани. Почему эти замечательные, гениальные мои предшественники, почему они сделали такой вывод? Ну, во-первых, дело в том, что на листе свободном, или на форте, сейчас уже не помню точно, этого экземпляра рукой сотрудника библиотеки исторического музея, а я скажу, что фонды исторической библиотеки, они основаны на фондах исторического музея, которые у нас на Красной площади. Самая-самая, самая замечательная, попала к нам в 38 году XX века. Так вот, еще времена, когда эта библия находилась на Красной площади, некий сотрудник написал, что по словам коллекционера Петра Ивановича Щукина, помните такую знаменитую купеческую семью, да, а этот экземпляр происходит именно из его собрания, книга попала в его фонды как раз с этой легендой, что она была брошена на поле брони под Полтаву и принадлежала самому Карлу XII. Исследователи также обратили внимание, смотрите, вот я не случайно вам показываю переплет, украшение, там везде монограмма Карла XII, вот этот роскошный красавец, и вот титульный лист этой библии. Ну, понимаете, к сожалению, тогда интернета не было, видимо, какая-то существовала разобщенность внутри коллег, библиотечных, музейных сотрудников, было, видимо, плохо с библиографическими справочниками, хотя один из экземпляров аналогичных с такой же легендой хранился в Петербурге, он происходит из собрания сподвижника Петра Якова Брюса и находится в библиотеке Академии наук, еще был зафиксирован в библиографии в конце, где-то в 70-х годах XIX века, на минуточку, как важно читать старые библиографические всякие материалы. Так вот, когда я стала работать в этом замечательном учреждении и обратилась к этому изданию, у нас плотно такая вот жила легенда, у которой вот уже почти там 100 лет, что эта библия принадлежала к Ару-12, пришлось разбираться. Оказалось, что помимо нашего экземпляра и вот этого Якова Брюса, которого я тоже обнаружила в библиотеке Академии наук, еще в Москве, есть в музеях Кремля и из собрания такого Павла Карабанова, коллекционера московского знаменитого, причем к его экземпляру прилагается там практически воспоминание, то есть тоже вот этой семейной легенды о том, что их экземпляр тоже был поднят с поля брани, под Полтавой и прочее-прочее, пятое-десятое. Четвертый еще экземпляр также существовал, здесь у нас некоторое время находился в Москве, потом был увезен в Стокгольм, на родину, то есть уже четыре, и еще известно о том, что пятый экземпляр, который вот скорее всего точно принадлежал Карлу XII, он красивым золоченым обрезом, в переплете, по-моему, Красного Софьяна, он находится в королевской библиотеке в Стокгольме, после смерти преждевременной Карла XII, он попадает к его сестре в собрание. Так вот, понимаете, как минимум пять экземпляров, пять экземпляров этой библии, и все они принадлежат Карлу XII. Что же это такое был за человек, да, удивительно, сколько же ему библии-то вообще нужно было. Дело в том, что он действительно личность легендарная. Вы знаете, его история, она оставила очень много вопросов, очень много неустановленного. Он и храбрый воин, и такой вот пример монарха европейского, тогда складывающегося, нового типа. Он религиозный фанатик, да-да-да. Его действительно мама воспитала в таком вот традиционно-религиозном духе. Говорят, что первое, что он написал, это была цитата, по-моему, из Священного Писания. В общем, это был такой удивительный, многогранный человек. И, кстати, такой портрет, небольшой штрих к его портрету. Он наказывал смертной казнью за прелюбодеяние, когда и у мужчины, и у женщины в этом таком нехорошем союзе были муж и жена в официальном браке. В общем, таких людей отправляли на смертную казнь. Вот представьте себе, каков был, так сказать, следил за законом Божьим в том числе. В общем, удивительная история. И, конечно же, сличение, изучение всех этих экземпляров, оно, конечно, показывает, что никакой, по крайней мере, экземпляр нашей Библии Карла XII ему не принадлежал. Что, конечно же, все это легенда, причем еще где-то сначала, она впервые, эта книга была продемонстрирована на выставке в 1909 году в историческом музее, то есть еще до революции. И тогда в газет, в журнале, простите, историческом была написана небольшая заметка, в которой рассказывалось, что вот такой некайный экземпляр. И даже никто не поставил под сомнение, да, вообще нахождение такой Библии у нас в стране. Что известно, почему вот так вот в народе закрепилось понимание Библии Карла XII, скорее всего, в этом была история. Действительно, еще при отце Карла была зафиксирована, значит, задача, что нужно было переиздать в очередной раз, перевести Библию на шведский язык. И вот как раз-таки при Карле, только вот он недавно вошел, зашел на престол, эта Библия выходит из печати, ее как раз в народе так и начинают называть. Библия Карла XII. Она выходит в различном оформлении, причем, поскольку я понимаю, что все вот эти наши экземпляры, о которых я вам рассказывала, они все отличаются примерно в оформлении. У кого-то более простое, как у нас. В музеях Московского Кремля, Оружейной палаты, там более что-то такое интересное. Но действительно, в общем, нет никаких свидетельств того, что Библия Карла XII, которая хранится в исторической библиотеке, принадлежала ему. Это такой очередной книжный миф, который давно уже было пора развенчать. И последний мой вопрос в этом нашем мини-цикле лекций. Итак, как вы думаете, какого советского писателя, автора, подсказываю, сочинение, посвященное этой эпохе, такой благодарный читатель, зная о его задумке, над которой он работал в тот момент, опять же, к нашей теме призываю обратиться. Так вот, его читатель написал ему такое сообщение. Обращаю ваше внимание, что в Московской исторической библиотеке находится экземпляр Библии Карла XII. Для вашей работы вам необходимо его посмотреть. Как вы думаете, что же это за советский писатель, которому могла быть интересна история Библии Карла XII? Ну, мне кажется, достаточно простой ответ. Итак, спасибо всем за внимание. Надеюсь, наши ролики, посвященные русской книге, были вам прелюбопытны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.